В Турции вторые сутки продолжаются поисковые работы. Напомню, на юго-востоке страны произошли сразу несколько мощных землетрясений. Объявлен высший уровень тревоги, четвертой степени, а также семидневный траур. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган запросил международную помощь. Спасательные борта из Казахстана, Азербайджана, Грузии, Чехии и других стран уже находятся на территории Турецкой республики. Какую помощь и поддержку оказывают казахстанцы, расскажет моя коллега Кунсая Курмет. Такие кадры, где дома складывались как карточные домики, ошарашили весь мир. Всему виной землетрясения, произошедшие в турецком городе Кахраман-Мараш, магнитудой 7,6 баллов. Последствия толчков коснулись 10 провинций. Чуть позже в центральной части Турции произошло повторное землетрясение. Подземные толчки ощущались в Диарбакыре, Шанлаурфе, Анкаре и Адане. По официальным данным, на сегодня число погибших достигло 5000 человек. Раненых больше 20 тысяч. Количество без вести пропавших пока неизвестно. Президент Турции заявил, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние 100 лет. В тот же день глава государства Касым Жумартукаев выразил свои соболезнования Реджепу Таипу Ердугану и всему турецкому народу. Из Казахстана направлен спецборд, который прибыл в город Газиантеп пару часов назад. Группировка состоит из 41 человек личного состава. Входят сюда также, кроме спасателей Республиканского спасательного отряда, также сотрудники Центра медицинных катастроф. Имеются специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты для проведения поисково-спасательных работ. На борт специального самолета мы загрузили три единицы автомобильной техники. Это аварийно-спасательные автомобили. КамАЗ, УАЗ и на базе автомобиля автомобиля. Пока тысячи людей находятся под завалами, спасательные отряды и добровольцы помогают искать выживших под обломками зданий. Поиски ведутся круглые сутки. Работу координирует турецкий президиум по управлению стихийными бедствиями. В Турции объявлен высший уровень тревоги. Чтобы узнать о текущей ситуации и о том, какую помощь оказывают казахстанцы, мы прибыли в турецкое посольство. Спасибо большое, что от имени казахстанцев приехали выразить соболезнования братскому турецкому народу. Поступает много предложений о помощи от казахстанцев. Пишут письма, спрашивают, как они могут помочь. Некоторые даже готовы отправиться в Турцию. Это очень радует. Сейчас мы составляем список первой необходимой помощи. Мы хотим поблагодарить братьев-казахстанцев за готовность помочь. Список необходимой помощи мы опубликуем в официальных социальных сетях. О неравнодушных оказалось немало. С раннего утра казахстанцы начали привозить в турецкое посольство первую гуманитарную помощь. По многочисленным просьбам дипломаты открыли банковские счета для сбора пожертвований. Впрочем, помощь пострадавшей стороне оказывают всем миром. Требуется гуманитарная помощь. А это палатки, это спальные мешки, одеяло, подушки, обогреватели, перевязочный материал, продукты питания, памперсы, средства личной гигиены. Все, все потребуется. Вот за мной прямо сейчас идет сбор, подъезжают, прямо машинами выгружают люди. Сегодня флаг у посольства Турции приспущен. Объявлен семидневный траур. Неравнодушные казахстанцы изъявляют желание помочь. Открывают сборы, привозят гуманитарную помощь и оказывают информационную поддержку. Для тех, кто хочет выразить соболезнования и возложить цветы, с завтрашнего дня будет доступна книга для пожеланий.